в прямом эфире всем привет я написала название эфира в целом я открыта если у нас пойдет диалог в прямом эфире к диалогу конструктивному и отвечать на ваши вопросы могу хочу разобрать такой момент на самом деле матрица судьбы может помочь не только лично вам в собственном самокоучинге но и правильности воспитания ваших детей вот если у вас есть дети то этот эфир для вас как матрица судьбы помогает воспитание детей также я сегодня коснусь такой темы как собственная ваша матрица почему важно ее знать что у вас раскроется когда вы начнете знать о себе до начну тогда пока вот еще мало народу собралось вот хотя в основном наверное здесь не русскоязычная публика сейчас будет собираться у нас до в основном турция любит присоединяться вот ну в общем что хочу сказать как помогла например мне матрица до самый живой пример это на мастере как говорится прежде чем помогать другим нужно рассказать как матрица помогла мне смотрите когда вы начинаете узнавать о себе что-то что у вас есть вам это проще в себе разглядеть и начать развивать это например есть люди которые приходят ко мне например на консультацию по матрице и у них есть лидерские арканы люди об этом не знали и всю жизнь примыкались при смыкались перед другими людьми из-за этого у них был дисбаланс внутренний не строилась на работе с общение с клиентами не строилась с руководством не строилась общение а дело все в том что человек лидер и ему нужно занимать лидерскую позицию пока он об этом не знал он в силу воспитания в силу каких-то обстоятельств нашей жизни он подавил в себе это лидерское начало и соответственно не мог заработать например крупных больших денег потому что всегда был на вторых ролях и от этого у него ехала психосоматика он нервничал и там соответственно заболевания могли всякие лезть и в целом человек не добивался того что он хотел вот он думал что если вот ему не несут на блюдечке с голубой каемочкой то значит он это не его да на самом деле человеку в этой жизни нужно научиться быть лидером то есть манифестировать прям говорить что я хочу например на делать выбор и в пользу партнера и в пользу бизнеса и в пользу какого-то своего дела то есть научиться выбирать прям до быть лидером для себя и в каких-то таких основных жизненных позициях вот таким образом матрица может помочь в показать вам что вы лидер и парадигма вашего общения и отношения к себе изменятся вы перестанете забивать на себя молоток и начнете наконец-то уважительно к себе относиться к тем качествам которые вы в себе прятали запирали особенно женщины любят вот еще несколько лет тому назад наверное лет десять очень было модно вот это вот вся ведическая женщина вот она должна быть мужу там ноги мыть руки целовать молчать готовить но я вам скажу что вот такая позиция это всего лишь одна матрица из миллиарда возможных и кто-то взял на себя ответственность нести вот эту позицию для всех женщин и перед и женщины стали себя переделывать вы представляете а если эта женщина лидер и ей на самом деле нужно проявлять свои лидерские качества хотя бы в своем деле в своем бизнесе на работе а она полностью себя посвятила мужу вы представляете какая-то трагедия для мира потому что мир потерял возможно какую-то очень важную единицу возможно эта женщина могла бы возглавить что-то и помочь трудовыми местами в целом своей помощью людям которые пришли бы к ней работать своим словом например на своей силой вот так же бывает например если у человека в матрице например есть арканы богатства человек всю жизнь избегает денег не умеет с ними общаться не понимает что такое деньги и мыкается в бедности и не понимает от чего ему так горько почему его солнце внутри погасло и не понимает как его зажечь и почему жизни не ладится а все дело в том что человек не знает что у него например в предназначении девятнадцатый аркан что ему нужно зарабатывать деньги потому что ему вселенная дала на это целый период или например дала такой аркан в характере или в предназначении или в кармическом хвосте или финансы когда что человеку нужно колбасить бабло то есть если он чуть-чуть чуть-чуть начнет что-то в этом направлении делать он начнет зарабатывать представляете а если человек об этом не знает он может думать что нет деньги это не мое потому что как правило энергия в минусе это противоположность деньги противоположность безденежья и все и он думает что ну вот я такой безденежный слава богу что у многих есть интуиции и многие интуитивно все-таки идут к себе, но часто на консультациях я понимаю то, что человек себя не знает, он приходит и говорит, а я не знаю, что я хочу, а я не знаю, кто я, а я не знаю, какой я, то есть люди не знают, кто они, и в целом они живут так, ну, наверное, я как мама, ну, наверное, я как папа, но это всего лишь часть пирога, а остальная часть кому, спрашивается, и поэтому матрица очень сильно и круто помогает вот в таких вопросах, чтобы понять, а есть ли у меня вообще данность на это, а могу ли я вообще смотреть в этом направлении, например, приходят ко мне люди часто и говорят, я хочу петь, но мне кажется, у меня нет таланта, у меня нет дара, я вообще обделенная, не так давно я смотрю матрицу человека, да, когда он приходит ко мне на урок, и вижу, у него там 12 аркан, или 3 аркан, или 22 аркан, и говорю, да тебе надо на сцену, тебе нужно петь, у тебя есть дар, и, соответственно, человек снимает с себя вот эту вот маску, которую он носил, что он не может этим заниматься, ему становится легче принять в себе талант, и он начинает развиваться, и потихонечку энергия раскручивается. Матрица это карта, это навигатор к вам, к вашим талантам, к вашим дарам, просто часто человек склонен к себе относиться в негативном ключе, то есть он не склонен видеть в себе позитивное, он склонен находить в себе негативное, и говорить, я плохой, я такой, я некрасивый, у меня нет талантов, и из-за этого, если вы придете, например, на курс, не на курс, а на консультацию по матрицам, и узнаете, что у вас, вам сверху от рода, как хотите, от бога, от космоса, от вселенной, от генов, от чего угодно вам вот хочется это воспринять, что вам дано в этой жизни, например, реализовать психологию, например, или научиться кайфовать от жизни, а вы всю жизнь работаете, понимаете? То есть а вам в этой жизни дали десятый аркан кайфовать, плыть по течению, не напрягать свои булочки, понимаете? Какая интересная история. И вы, как бы, имея такой дар, живете совсем абсолютно по другой схеме. То есть вы, как бы, вот есть такое понятие тоже ведическое, дхарма. Вот соль соленая, если она захочет быть сладкой, то она не станет никогда, она из кожи вон будет лезть, да, но она все равно будет на вкус соленая, она будет притворяться, придуряться, всю жизнь стараться, да, как-то вот рядом с сахарком лежать, но все равно, когда вы ее попробуете, вы поймете, что это соленая. Вам вроде бы подкладывали это в такой чашке из-под сахара, а оказалось, что это не сахар, это соль. И вы такие, блин, мне так рассказывали, что это сахар, и вы просто разочаруетесь. Тоже так же и люди, которые не понимают, что они, что они, как узнать, какой у меня аркан? Сейчас скажу. И люди, когда не понимают, какая у них энергия, то они могут заблуждаться, заблуждаться, как в потьмах жить, и, например, не становиться лидером, не жить в потоке, не кайфовать от жизни, не развивать вокал творчества, вообще, то есть абсолютно не пользоваться тем ресурсом, который ему предназначен и дан для развития. Чуть-чуть энергии предложить, и все раскроется. Так, у нас тут вопрос. А как узнать, какой у меня аркан? На самом деле матрица состоит из множества арканов. То есть это такая мандала. Вот сейчас я вам примерно покажу. Там очень много арканов. Узнать можно у меня, например. Или забить в бесплатный калькулятор. Есть бесплатные калькуляторы на Яндексе, на Гугле можете найти. И узнаете, какие у вас арканы. Вот, но чтобы расшифровать арканы, вот я вам показываю, как выглядит матрица. Вот все вот эти вот циферки, это арканы. И там еще есть предназначение. И каждый аркан что-то значит, и в сочетании он что-то значит. И группа сочетания арканов значит. Сами вы этого не сможете сделать себе, расшифровать. Вам нужен специалист, примерно как я или кто-то другой. Да, не обязательно специалистов много, которые вам помогут рассказать о ваших вот этих вот сокровищах. Это сокровище, я вам честно говорю. Пока я не понимала, что у меня есть такая задача, я обходила ее. Я думала, что ну нет, это у меня не задача такая вот. Что мне это не нужно. Например, у меня есть третий аркан. Это женственность, изобилие, это личный бизнес тоже в том числе. Это созидать. Я не обращала внимания там, например, на свой внешний вид часто. Не обращала внимания на красоту в доме. Потому что у меня были, например, еще другие энергии, которые были по своим показателям выше. И я просто не замечала этот низкий, который нужно просто вывести в баланс. Когда вы не знаете о каких-то своих вот таких энергиях, у вас начинает бомбить один. Один, да? А остальные остаются где-то вот внизу, как эквалайзер. Ваша задача все подтянуть на уровень. Все. То есть, если, например, вы мужчина, да? Вот Коль у нас сейчас в эфире мужчина. Вот. Исмаил. Да, Исмаил, здравствуйте. Джамилов. Вот. Вам нужно понять, например, да? Допустим, вы открываете сейчас свою матрицу и смотрите. Ну, например, давайте элементарно напишите, когда вы родились. Чтобы я просто хотя бы два слова вам сказала, чтобы не просто так, да? Раз уж у нас с вами диалог. Вот. Можете дату рождения просто написать. Я скажу вам чисто по цифрам вашей даты рождения. Не буду смотреть всю матрицу. Да, сейчас вот другая цель немножечко. Но пока могу. Вот. Например, да, допустим, у мужчины. Ну вот, у Исмаила. 11 декабря, 91 год. Вот. Говорит о том, что у вас много силы и энергии. Вам нужно ее куда-то направлять. Иначе вы просто начнете в агрессию входить. Злиться начнете. И у вас есть 12 аркан. То, что вас вдохновляет, это по мужчине. Это какая-то созидательная работа. Но не нужно, например, жертвовать. Ну, например, предположим, да? Вот вы, например, у вас есть тоже 12 аркан. Это голос. Это тоже работа с голосом. Это творчество. Это любовь. Это какое-то подвижничество. Это какие-то проекты, которые, знаете, которые глобальные будут, ну, например, я не знаю, сделать центр по реабилитации. Сделать центр, где людей будут кормить бесплатно, например. Но, опять же, вам нужно на это накопить денег, средств. Потому что, если вы это будете делать на свои последние деньги, 12 аркан может это делать, то вы просто потухнете и будете считать, что весь мир против вас, например. Также 12 аркан это креатив. И если вы, например, думаете, да какое творчество, нахрен творчество, пойду-ка я лучше просто займусь, я не знаю, там, буду на заводе работать. Все, вы забиваете на свой творческий аркан. У вас творческая энергия, у вас вдохновение. Если вы не занимаетесь творчеством, у вас теряется вообще интерес к жизни. Вот. Скажите, насколько-нибудь вам откликается? Напишите мне или поставьте сердечки, чтобы я понимала по реакции. Говорю-говорю, а вы такие, вообще не так. Вообще все не так. Что она рассказывает? Вот. Сексуальности очень много. Очень сексуальный человек. Одиннадцатка. Это прям много секса. Это много физики. Это много силы. Эта сила может быть и ментальная, и эмоциональная сила. Очень все в точку. Ну вот, смотрите. Значит, вы правильно эти энергии ими пользуетесь. Это очень важно. Это очень важно. Вот. Поэтому, если вы там посмотрите в матрицу, увидите еще какие у вас есть энергии, вдруг какая-то, как правило, в матрице самые странные энергии находятся в кармическом хвосте. Те, на которые у вас есть задача в этой жизни, но вы всячески избегаете. Потому что это неприятно. Это что-то фу-фу-фу. Ну, например, да, вот приведу пример. Например, у вас там в кармическом хвосте, например, вам нужно научиться справляться с одиночеством. Вам нужно, наоборот, избегать одиночества, строить семью. А вы до сих пор ходите, как бобыль один, живете, как бобыль один. То есть, вот, как правило, кармический хвост, там зашифровано то, с чем вы не хотите работать. И предназначение еще надо смотреть. Вот, родовые, также есть каналы, родовые энергии, которые вам род оставил на, как бы, на доработку. То есть, то, с чем род справился, и то, с чем род не справился. Вы, как представитель своего рода, несете в себе это. И если вы начнете раскрывать родовые каналы, у вас откроется, ну, как бы, очень мощная и жизненная энергия, и вообще, в целом, вы начнете двигаться уже в сторону своего предназначения. Потому что мы сначала все-таки решаем кармические задачи, и только потом выходим на свое предназначение. Так вот, Исмаил, да, поэтому вообще я советую всем разобрать, взять консультацию. Потому что, ну, вот так вот, урывками про себя узнавать, ну, это, конечно, плюс, но в целом круто, когда вы прям глубоко идете, приходите и уже готовы о себе что-то услышать. Опять же, не все, вот, опять же, не все это хотят. Многие этого боятся, многие говорят, да зачем мне это не нужно. Так вот, давайте расскажу вам сейчас про детскую матрицу. Например, предположим, смотрите, как матрица может помочь вам в воспитании вашего ребенка. Смотрите, я буду рассказывать на себе, на себе, потому что других примеров нету. Вот, я когда-то была ребенком, вот, одиночество меня настигнет, я женат и дети есть, может, даже комфортное одиночество. Я вот то, что про одиночество говорила, это вообще не про вас, да, это я просто привела пример. По вам я вот сказала, только я кармический хвост ваш не смотрела. Я только вашу дату рождения посмотрела и месяц рождения, даже в матрицу не вбивала. Поэтому то, что касается про одиночество, это вообще не к вам, не к вам. У вас вообще может кармический хвост быть вообще другой. Да, я сейчас гадать не буду, вот, я просто не смотрела, да, сразу говорю, я вашу матрицу. Только два числа посмотрела Аркана, которые вы мне назвали, все, больше ничего не смотрела. Вот, поэтому вы для меня загадка, я вас не знаю. И, значит, смотрите, рассказываю про детей. Например, у вас есть дети. Расскажу про себя, как будто вот я ребенок маленький, да. Смотрите, когда я была маленькая, соответственно, я еще не могла завести свой бизнес, да. У меня, например, есть четвертый Аркан в характере, это говорит о том, что мне прям нужно занимать лидерскую позицию. Всегда быть первой, иначе, в общем, я уйду, ну, как бы закрою свои таланты, буду либо всеми управлять, прям, вот знаете, таким буду тираном, либо наоборот, уйду, и все будут меня пинать туда-сюда, как бы я буду просто плакать от этого несчастья, вот, что меня не замечают, что я такая неяркая. В общем, смотрите, если у вас у ребенка есть, допустим, просто, да, допустим, у ребенка у вас есть четвертый Аркан, вам ни в коем случае не надо его подавлять, потому что это ребенок лидер. Ну, вот, например, четвертый Аркан, это апрель, апрель месяц или четвертое число. Если у вас, например, девочка, девочка или мальчик родились четвертого числа, то ни в коем случае нельзя их подавлять. Нужно прям прислушиваться к малышам и говорить, да-да, хорошо, у тебя такое мнение, хорошо, я твое мнение слышу, потому что если вы будете к таким детям, к потенциальным лидерам относиться так, как будто это какие-то пешки, то вы закрываете будущее своему ребенку, возможно, ваш ребенок будет каким-то лидером, каким-то там главнокомандующим, политиком, бизнесменом, важным лицом, понимаете, таким прям вот человеком, за которым пойдут, вот. Вот, такой ребенок может командовать окружающими вокруг, потому что он чувствует в себе эту энергию. Дети, кстати, очень открыты к своей матрице, это мы их потом забиваем, потом они вот уже взрослые, приходят и говорят, я не знаю, кто я, потому что его в детстве забили, не дали вот этой вот энергии расцвести. Так вот, смотрите, если у ребенка есть четвертый аркан, то обязательно нужно, да, это апрель или четвертое число, обязательно нужно давать ему проявлять вот эту вот ведущую позицию, вот. Может быть он сам будет выбирать себе друзей, может быть он сам себе будет выбирать игрушки, может он сам будет говорить, что он хочет, а что он не хочет, надо позволять. Если вы не даете ребенку с четвертым арканом, а у нас принято, да, всем детям запрещать все, туда ты не пойдешь, сюда ты не пойдешь, здесь ты сиди, то вы закрываете в человеке вот эту энергию лидерскую, понимаете, вот. Вот, и уверенность в себе, ребенок просто становится неуверенный в себе, просто неуверенный. Вы просто подавляете его своей властью, своей авторитарностью, да, своим авторитетом родителям. Вот, нужно научиться уважать мнения других людей, если родители такие есть, да, возможно они не только ребенка не уважают, но в целом дети наши учителя, вот, и идти на компромиссы. Вот, нужно прям учиться это делать. Ребенку нужно вот проявлять качества такие, также такой человек очень будет достигать своей цели, ребенок просто будет хотеть, очень будет усердный и будет хотеть достигать своих целей. Поэтому надо обратить внимание, да, если вот у него есть четвертый аркан, это четвертое число или апрель месяц четвертый, да, либо где-то в матрице, то такому ребенку нужно как раз-таки позволять достигать своих целей. Вот, он прям, например, будет говорить, давай поиграем со мной, и вы можете как бы конкурировать даже с ним, создавать для него конкуренцию, его это будет подзадоривать. Это вот четвертый аркан, вот, чтобы он был лидером, да, но не доводить до того, что вы главный, вы сейчас победили и сказали, все, я главный, да, и, например, не поддались ребенку, знали, что вы сильнее. И ребенок плачет, например, да, из-за этого. Нужно тоже уметь здесь играть, давать ребенку вот этот вот стимул к развитию, но не выходить за рамки родителя, да. Все-таки не надо забивать своего ребенка, если вы, например, лучше играете в шахматы, ну, поддайтесь ему, если у вас ребенок, например, в четвертом аркану. Вот, важно такого ребенка научиться с юмором относиться к ситуациям и с самоиронией, потому что иначе ребенок вот с такой позиции очень жесток к себе. К окружающим тоже может быть жесток и к себе, поэтому нужно научиться его вот этой вот легкости, самоиронии, вот. Что еще я могу сказать? Такой ребенок будет хотеть общаться на равных, и вам нужно дать ему эту возможность. Если вы не будете давать ребенку с четвертым арканом общаться на равных, все время говорить, да ты там помолчи, иди там посиди, ты вообще там кто, ты еще вообще никто, да, там пигалица какая. Такой ребенок будет это воспринимать больно очень, ну, там будут задействоваться другие энергии аркана, уходящие в минус, поэтому ребенку с четвертым арканом ни в коем случае нельзя вот показывать свою позицию, что он никто, нужно всегда его уважать. Вот, его важно хвалить, потому что тогда он будет развиваться все больше и больше, вот, это будет для него стимулом, он будет становиться еще лучше, понимаете, еще лучше, поэтому стоит замечать у ребенка с четвертым арканом позитивные стороны, они негативные, и концентрировать его внимание на позитиве, иначе, если вы будете концентрировать на негативе, то такой ребенок просто перестанет вообще к чему-либо стремиться, это тоже очень важно, и поощрение тоже очень важно, особенно в глазах родителя, вот, да, там, например, девочку хвалить за красоту, да, за красивые глазки мальчика, за поступки, за дела, чтобы все-таки понимать ребенку, кто он в этом мире, да, он девочка или мальчик, потому что если девочку хвалить только за дела, она станет мальчиком, вот, с четвертым арканом девочки, если не делать акцент на их красоту, то все, вот, в матрице уже все запланировано, дальше будут в нашем мире, ну, я имею в виду наше будущее, мы можем изменить, у нас есть, конечно, можем, конечно, можем, матрица просто показывает то, с чем нам нужно работать в этой жизни, то есть мы сюда приходим не просто так, не по собственному желанию, вот, скажите, пожалуйста, Исмаил, вы вообще выбирали, когда придете сюда, день рождения, у кого родитесь, вы же не выбирали, правильно? Вы просто пришли, по факту такие, а, ну, окей, а, ну, у меня папа вот такой, а, у меня мама вот такая, ну, окей, то есть мы сюда приходим тоже, исполняя определенные роли, вот, у нас есть род, и все прошлое нашего рода, вот, не выбирали, написали, что нет, вот, и все прошлое нашего рода влияет на нас, мы как бы не свободны, Вот матрица, да, говорит о том, что слово вот это, что мы не свободны, мы не свободны, но мы можем здесь неплохо устроиться, мы можем здесь неплохо устроиться и получать удовольствие, если начнём вот эту вот программу выводить в плюс. Ну, скажем, мы будем хорошо учиться, хорошо учиться, если мы начнём хорошо учиться, то в целом и поможем вот те, кто нас сюда выпустил в этот мир, да, мы как бы решим ту задачу, с которой род не мог вот разрешить, которую род не мог на протяжении там нескольких столетий, и вы вот будете этим человеком, человеком, например, который прославит род, который что-то вот изменит в системе ценностей, или вы будете тем человеком, который поможет в мире, да, глобально, вот я говорила, что есть разные задачи, у кого-то задача семейного плана, у кого-то масштабного плана, да, социального, у кого-то духовного плана, поэтому мы сюда приходим для улучшения жизни и для наших детей в том числе, и для себя, и для социума. Вот, поэтому, если вы знаете матрицу, вы просто знаете и свою задачу, и социальную задачу, и родовую, и глобальную, вот это предназначение, да, у кого-то предназначение, например, мудрости обрести, у кого-то предназначение людям помогать, а у кого-то предназначение уже к духовному развитию, энергии повышать, вибрации, да, это я уж вот такими словами говорю, но опять же все уровни сознания на земле присутствуют, вот, поэтому матрица просто помогает вам, было бы полезно вас послушать моей жене, ну, можете подкинуть ей как-нибудь там мою страничку, у меня есть на ютубе лекции, вот, можете просто как-то вот ей подкинуть, случайно посмотреть видео, не знаю, это уже ваше дело, и она, возможно, проникнется, да, это действительно женская такая тема, вот, вот, мужчины больше, больше в мире налаживают, женщины внутри, потому что если женщина внутри не разобралась с собой, ни один мужчина рядом с ней не выживет, вот, поэтому женщина помогает себе, когда успокаивает свои чувства и эмоции, когда наслаждается, и таким образом не мешает мужу, вот, своим энергетическим полем действовать, развиваться и помогать семье, вот, и как правило, жена выбирает себе такого мужа, за которым она хочет идти, ну, например, муж говорит, мы идем в Китай, ну, если это его женщина, она говорит, Китай, класс, обожаю Китай, я с тобой, да, но если она, например, не хочет в Китай, а выбирает мужа, который говорит, в Китай, она же ему просто бошку всю проест, да, она скажет, почему мы в Китай, давай мы поедем в Европу, в Европе лучше, зачем нам Китай, и просто вот этим своим энергетическим полем, ну, не даст мужчине дойти до Китая, а мужик, ну, мужчина, да, говорил, я в Китай, посмотри, я люблю Китай, я там, например, собираюсь выращивать чай, например, она говорит, какой чай, я хочу Дольче Габбана, хочу Европа, да, соответственно, ей нужен мужчина, который такой, я в Европу, я люблю Дольче Габбана, ну и все, вот примерно так, и если в целом женщина ваша, вы уже это осознали, то вот матрица поможет ей внутри разобраться с собой, чтобы она не капала на мозги вам, потому что когда женщина внутри не разобрана, она сразу на мужчину, да, ей нужен какой-то объект, потому что она не может там в себе что-то наладить, и она сразу на внешнее, да, где шоколадки, что мне сделать, а дай-ка я тебе мозги повыношу, вот, поэтому, да, для женщины матрица тоже целительна. Ну и вот, давайте продолжим дальше про детей, что-то у меня, короче, как по-женски, я с одной темы на другую прыгаю, вот, так, сколько мы по времени уже, 26 минут, ну вот, смотрите, рассказала, да, про матрицу детей, мы возвращаемся к теме детей, вы правильно сказали про воспитание детей, да, да, это очень важно, потому что, смотрите, если вы думаете, что ребенок сам потом научится, в школе его научат, нет, нет, вся ответственность на детях на вас лежит, и если вы позволяете себе неосознанно сказать что-то ребенку, бросить что-то ребенку, таким образом вы туда сеете семена вот эти, знаете, сорняков, вы своим невниманием к ребенку бросаете туда словами свои семена, и они начинают взращиваться, матное слово сказанное, да иди ты помолчи, да кто ты такой, вы тем самым строите личность, которая думает, что она ничто не значит, которую можно послать матом, которую можно сказать заткнись, тебе никто не давал слова, твое мнение не важно, все вот это вы сеете в своих детях, поэтому очень важно к ребенку относиться к такой же личности самодостаточной, как и вы, это показатели вашей внутренней культуры и к вашему отношению к ребенку, вот, сто процентов, Исмаил подтверждает, Исмаил, мы с вами, мы с вами сила, вот, поэтому что матрица дает? Матрица вам хотя бы чуть-чуть будоражит, эй, родители, проснись ты, что с ребенком делаешь, вы хотя бы чуть-чуть поймете, что нельзя так с детьми, вы хотя бы задумайтесь, какой к вам человечек пришел, вот, с какими он дарами пришел, вот, и потом все жестко хотят детей переделать в хороших, но они допустили очень много плохого до 7 лет, до 5 лет, посеяли уже туда все семена, и пытаются потом как-то исправить, но почва уже засеяна, поэтому очень важно знать про своего ребенка. Смотрите, идем дальше, если у ребенка, вот опять же, да, Исмаил, у вас 11 аркан, давайте рассмотрим, как будто бы у вашего ребенка есть, например, и может быть вы вспомните свое детство, заодно и подтвердите нам, если вот ребенок с 11 арканом, он очень энергичный, уверенный в себе прям такой весь, тоже качество борца, лидерский, такого нужно на спорт, по натуре он такой прям сильный, хороший, хороший аппетит очень у ребенка, вот, если он, например, не устает, то он будет капризничать, ему нужно как бы вот очень сильно уставать для того, чтобы расслабляться, он не будет расслабляться, и не будет замечать того, что он не расслабляется, потому что энергии много, а если он ее нигде не тратит, то он начнет вот либо вас колотить, либо там что-то ломать, либо агрессию как-то проявлять, вот, либо спать плохо будет, ребенок просто будет плохо спать, потому что энергии еще столько, хватит еще на целые сутки, а он просто вот сидел дома, например, такого ребенка нельзя закрывать в ограниченных пространствах, ему нужен простор, пусть много гуляет, 11 аркан, много гулять, бегать, по деревьям лазить вообще, все, что связано с энергией, кушать тоже очень сытно и много, обязательно нужны нагрузки, чем-то заниматься, секции, различные мероприятия, движуха, если у вас ребенок с 11 арканом, и вы, а вы домосед, а вы домосед, вы такой, да ну, я книжку люблю, срочно находите какой-то вариант, как бы вам ребенка выгулить, вам нужно ребенка выгулить, вот, потому что без деятельности начинается агрессия скапливаться в теле у ребенка, вот, у такого ребенка есть сила воли и желание побежать, это тоже лидер, это тоже лидер, который вот, в спорт, отдавайте в спорт, ну, куда-то, где физические нагрузки, можно в танцы какие-то энергетические, ну, где выгорание будет происходить, вот, что еще нужно научиться делать, ну, нужно учиться им расслабляться, в общем, массажи помогут, потому что, если такой ребенок задумает какую-то цель, он просто будет постоянно в режиме достижения этой цели, а ему нужно говорить, ну, давай сейчас отдохнем, завтра вернемся, а сейчас отдохнем, потому что такой ребенок может просто вот нон-стопом изматывать себя, не понимать свою природу вот эту вот, вот, нельзя такого ребенка принуждать, это он будет воспринимать как насилие, одиннадцатку нельзя насиловать, да, вообще нельзя скручивать как-то, потому что внутренне это плохо скажется на воспитании, вот, важно договариваться, не силой его подавлять, а договариваться, запомните, одиннадцатый аркан нельзя силой, надо все спокойным тоном объяснять, разговаривать, вот, иначе там капризы, вот это все пойдет, вот, драка тоже может быть, вот, категоричность, категоричность, сын в июне родился, ему два года, о, прикольно, поздравляю, поздравляю, ну, например, да, раз уж, да, вот так вот у нас, мне в целом все равно про какие арканы рассказывать, сын в июне, июнь, это у нас шестой месяц, вот, ну, июнь, это общение, это общение, это любовь, вот, прям вашего ребенка нужно любить, говорить, какой он красивый, что вы его любите, что он для вас всегда будет на первом месте, и что, что не случись, всегда, сын, приходи, я тебе помогу, вы должны прям таким другом ему стать, шестой аркан, это общение, любовь, общение, любовь и выбор, то есть научите, дайте своему ребенку возможность выбирать, например, вы говорите, какую машинку ты хочешь, и он такой, показывает машинку, которая вам не нравится, вам не нравится, но позвольте ребенку выбрать эту машинку, наступите на свое эго, дайте ребенку, потому что если он не научится слушать себя, им будут в жизни манипулировать, он будет постоянно заслуживать любовь окружающих, для такого ребенка важно, как его оценивают, и если, например, вы его будете плохо оценивать, за его выбор, он будет думать, что вы его не любите, поэтому, пожалуйста, Исмаил, давайте ребенку шанс выбрать то, что он хочет, и похвалите, скажите, о, классную ты машинку выбрал, например, о, ну ладно, если ты не хочешь яблоко, вот хочешь там грушу, классный выбор, я уважаю твой выбор, да, и там поцеловать, ребенку нужно очень много общения, внимания, чтобы вы прям ему в глаза смотрели, да, не вот так вот общались, вот представьте, если я сейчас там с вами буду общаться, вот так и в телефон смотреть, например, да, такая, говорит, да-да, я тебя слышу, я тебя слышу, я тебя вижу, да-да-да, да, там, например, ребенок говорит, папа, посмотри, посмотри, что я сделал, а вы такие, да, я вижу, сынок, все классно, молодец, нет, такой ребенок будет чувствовать, что он не нужен, и потом у него будут проблемы с любовью, он будет перед всеми выслуживаться, и такой ребенок просто им будут манипулировать за любовь, такой ребенок может там, я не знаю, если это девочка, например, сексом заниматься, чтобы потому, что ее любили, она, например, не хочет, но она собирает везде секс для того, чтобы быть нужной, или, например, если к такому ребенку, вот, например, к мальчику не проявлять любви, он будет ее искать отовсюду, то есть, кто ему чуть-чуть улыбнулся, он будет уже служить этому человеку, и не будет понимать, его это или не его, потому что он в таком дефиците любви, что хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь дайте мне любовь, понимаете, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стоял на паперте и просил любовь у всего мира, то позволяйте ему делать то, что он хочет, и делать свой выбор, вот, и общайтесь с ним, общайтесь, пожалуйста, научитесь общаться, вот, адекватно, так, как бы вы хотели, чтобы с вами общались, понимаете, не вот так вот просто, да, ага, а общение такое сердечное, вот, ну что, давайте дальше рассмотрим, одиннадцатый рассмотрели, например, если ваш ребенок родился в марте или третьего числа, особенно если это девочка, вот у меня, например, да, как нужно с таким ребенком общаться, но тут нужно, ну, вы должны быть образцом женственности, вот, если у вас ребенок родился третьего числа или в марте, или у него еще там где-то есть третий аркан, а такое сто процентов есть, в их предназначении, такой девочке важно, вот, воспринять идеал женственности, идеал красоты, любви к себе, красоте к дому, вот, к созиданию, да, например, вместе цветочки с ней выращивать, вместе платьишки какие-то для кукол делать, вместе косички, платьишки выбирать, да, какие-то ей прически делать красивые вместе, да, чтобы девочка понимала, что она женщина, что она любит красивое платьишко, не говорить, например, да, вот вы пришли с дочкой, и она хочет красивое платье, а вы говорите, ну нет, оно порвется, здесь какие-то бантики, давай купим вот это, это практичное, нет, для девочки с третьим арканом важно красивое, Красивая, женственная Тогда она будет себя королевой чувствовать Третий аркан, это аркан императрицы Хозяйка, плодородие Успех в обществе Успех перед мужчинами Такой девочке необходимо Тоже проявлять свои лидерские качества Она такая маленькая хозяйка Пусть у нее будет свой уголок, своя кухонка Где-то там свое место Где она хозяйка Она там по-своему все разложит Она может быть у вас будет Дома бутылочки расставлять по-своему Сама как-то по-своему Расставлять Ребенок мебель конечно не сможет Переставлять Но она например захочет Сюда цветочки поставить Сюда игрушку Здесь у нее будут вещи висеть Она будет в пространстве что-то налаживать Дайте ей возможность Пусть девочка дома будет хозяйкой Не надо говорить Убери отсюда свои игрушки Здесь их не будет Здесь им не место Пусть Она уже хозяйка Она уже настраивает пространство По-своему Это важно По-женски Мягко тоже с такой девочкой Важно общаться Не в приказном тоне Не в приказном тоне Вот Нужно ей донести преимущество Быть женщиной Преимущество быть девочкой Особую роль в мире Да Нужно прям рассказывать О каких-то великих женщинах Самой быть Да Мама с третьим Имея девочку с третьим арканом Она должна прежде всего Вот за собой следить Поэтому Если вы пришли Например ко мне И у вас есть ребенок Девочка с третьим арканом А вы например Сами не женственная Не следите за красотой Дом у вас тоже Черт ногу сломит То вы таким образом Своей дочери Закрываете вот это Женское счастье Быть женщиной Быть хозяйкой пространства Возможно Она будет это проявлять А вас будет бесить Надо позволять Надо позволять Вот В вашей семье Появился новый человек С новыми энергиями Кстати Когда появляется ребенок С третьим арканом Изобилие семьи возрастает И финансовый капитал Прям растет Вот Вообще Женщина Прирост капитала Для семьи А вот если С третьим арканом То это точно Прям какой-то там Попрет Деньги Просто польются К вам рекой Вот Нужно Такую девочку Настраивать на семью На семейные ценности Как мама уважает папу Для такой девочки важно Иначе она Перекос будет И будет С мальчиками драться Будет свою лидерскую позицию Доказывать И перестанет уважать мужчин Представляете И вот у вас женщина Будет такая мужа-ненавистница Зачем вам она Вот Зачем сеять Вообще такое Семя В человека И В общество Такого человека Выпускать Потом Да Допустим Кстати Такой девочке Важно уже Объяснять финансовую грамотность Объяснять Что вот у нас есть денежки Вот мы можем их потратить на это И там останемся голодные А можем там Потратить на это На это И будем Сытые И красивые Например Да Учите ее Что вот Денег столько Их нужно уметь Использовать на месяц Например Мы например Мы не очень богатые Если бы у нас было Больше денег Или наоборот Сказать Научить Как приумножить деньги Если вы Ребенку С третьим арканом Расскажете О финансовой грамоте Он сто процентов Будет Очень успешный И приумножит Ваш капитал Семейный Вот Потому что Очень важно Играйте в монополию Например Да Какие там еще есть Игры с деньгами Вот Что еще могу сказать Что еще могу сказать Ну такая девочка Очень природная От природы обаятельна От природы красива Не нужно Закрывать ее красоту И там Боясь Что ее там Как-то вот Мужчина обидит Потому что Возможно Вы переносите Свою точку зрения На ребенка И не даете Вот ей покупаться В мужском внимании Просто нужно делать Все Осознанно Да И следить Но не запрещать Да Кто такой взрослый Тот кто Просто всегда рядом Всегда на стреме Всегда если что Подхватит Но не тот Который говорит Тебе это нельзя Да Не каратель А очень внимательный Родитель Да Который воспитывает А следит Вот Ну такая девочка Ей нравится Уют Комфорт Поддерживает Чистоту В доме Например Она будет Хотеть Стирать Да Эти девочки Постирать Хотя бы белье Для куколок Да Она будет Хотеть Мама Можно я тебе Помогу Погладить белье Да Пожалуйста Мама Можно я помогу Там картошку Тебе посадить Да пожалуйста Позволяете Ребенку Это делать Пусть вы понимаете Что он вот просто Топчется на этой грядке Например Да И никакой вот Сейчас он не посадит Здесь картошки Но пусть она Это сделает Пусть она почувствует Свою важность Нужность Ведь на самом деле Ребенку важно Поселить Это В своем сознании А потом Когда он вырастет Он начнет этим пользоваться Вот Поэтому играйте Для чего придуманы игры Для того Чтобы в ребенка Через игру Вот раскрыть Вот эти его дарования Таланты Вот Стремится окружать себя Друзьями Такая девочка У нее Хорошие отношения Со всеми Вот Ценит материальные блага Да Это очень материальная девочка Поэтому для нее очень важны Игрушки И подарки Которые вы ей дарите Это такой земной ребенок Будет выбирать Дорогие игрушки Дорогие игрушки Да Вот Третий аркан Это аркан Материальный Земной Поэтому да Вот Что еще Очень будет любить Посещать всякие Кружки Школу Садик Ей нужно общение Везде где есть социум Поэтому прям по интересам Ее везде водите Вот Ей важно общение И какое-то такое Вот Где она может что-то получить Какие-то знания Вот Что еще Ну такая девочка Очень щедрая Сама Она может давать Какие-то конфетки Другим людям Девочкам Да Например Детям Мальчикам Не запрещайте Пусть она проявляет Свою щедрость Пусть она кормит Котов Я не знаю Там Ворон Соседей Бабушек Дедушек Это очень благотворно Скажется в дальнейшем Вот Эта щедрость В ней раскрывается Вот эта мать Материнская Вот эта основа Третьего аркана Вот Что в ней кто-то нуждается Что она кому-то нужна Это очень важно Даже маленькой девочке Понимать Что она кого-то накормила Сделала приятное Нужна кому-то Вот Вот если что-то идет не так Она конечно Это с трудом воспринимать Будет такой ребенок Вот Поэтому важно Объяснить Важно объяснить Потому что она тоже Любит командовать Вот Что Иногда Не все идет Так как хочешь ты Например Да Иногда нужно Компромисс найти Например какой-то Да Потому что тоже может Слишком сильно Уйти Прям вот Хочу и все Опять же Но нужно объяснить Почему Не просто так сказать А объяснить почему Так Все С третьим арканом Разобрались К нам кто-то еще присоединился Сегодня прям на мужчин везет Сегодня прям мужчины Вот Ну что Сейчас посмотрю Сколько времени уже Я веду эфир Да Буду заканчивать Уже 42 минуты В общем Резюмирую Если у вас есть дети Делайте Заказывайте расклад матрицы Вы поймете Как с вашим ребенком Вам нужно общаться Как нужно правильно Его воспитывать Что вы в него заложите Это самый важный период Дальше Это уже не так важно Дальше мы себя переделываем Понимаете Чтобы вернуться К базовым настройкам Поэтому если мы сразу С базы начнем Это облегчит нам Всех психологов Коучи И вообще все Вот эти вот проекты Которые мы делаем Во взрослом возрасте Лучше вот в детстве Если вы родитель То помогите Ребенку заложить базу Вот Взрослому человеку Матрица помогает Понять его Его таланты Его Изумруды Его бриллианты И начать смотреть В этом направлении Принимать себя Вот Потому что Многие не знают Что они на самом деле Бриллианты И когда им рассказываешь Матрицу Они говорят Да ладно Да ладно Я всю жизнь В себе это искореняла Я всю жизнь думала Что это плохо Да ладно Я всю жизнь думала Что я какая-то ненормальная Почему мне нужно Почему мне нужно много энергии Почему я такая Я все время себя сажала на диван А мне нужно было бежать Понимаете Это очень вам облегчит жизнь И уберет у вас много психических и физических болезней Я вам честно говорю Уже много делала разборов Много людей видела И видела Когда человек запрещает своим энергиям развиваться К чему это приводит И видела Когда человек открывается этому И к чему это приводит Все Всем пока Благодарю Исмаил тебя Потому что ты со мной здесь Вот За интересную беседу Ну заходите на ютуб Там это видео будет сохранено В инстаграме тоже Задавайте вопросы И ждите новых эфиров Все Пока Субтитры сделал DimaTorzok